Денег действительно нет. Худшие опасения экспертов относительно положения российской экономики подтвердили в Министерстве финансов страны. Без структурных преобразований государство не сможет выплачивать зарплаты бюджетника. Если ничего не менять, то к концу следующего года иссякнут резервы, предупредила замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. Правительство рассматривает несколько вариантов выхода из кризиса, включая наиболее простые урезание госбюджета, наращивание внешнего долга или даже денежная эмиссия, то есть подключение печатного станка. В любом случае, по мнению аналитиков, повышение цен и роста налогового времени вряд ли удастся избежать. Тем временем в Москве всерьез заговорили о возможной смене премьер-министра. Информацию о грядущей отставке опубликовало влиятельное британское издание Financial Times. Газета прогнозирует перестановки в правительстве России после осенних выборов в Госдуму. По мнению обозревателя Financial Times Дмитрия Медведева, заменит бывший глава Минфина Алексей Кудрин. В его задаче, как предполагает автор статьи, будет входить взаимодействие с Западом и обеспечение отмены антироссийских санкций. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал слухи об отставке Медведева гаданием на кофейной гуще. Напомню, действующий премьер, он же бывший президент России Дмитрий Медведев, в мае произнес фразу, ставшую знаменитой. Денег нет, но вы держитесь. А сегодня глава российского правительства заявил, что учителя, недовольные своими зарплатами, могли бы пойти работать в бизнес. Меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот.